Приветствую вас, друзья! Это свежий утренний брифинг на дворе пятница, 25 марта. Мы с вами по традиции разбираем важные для финансового рынка события. Сегодня мы с вами поговорим про Россию, про эмбарго на нефть, на газ, которая по большому счету таки не состоялась. Но сегодня вполне возможно США попробовать спасти Европейский Союз от российского газа. Вот это мы с вами сегодня обсудим. Ну и, конечно же, режим работы биржи. Это тоже очень важно. С вас по традиции, лайк, подписка, несколько слов в комментарии. Поехали! Олаф Шортс, новый канцлер Германии, заявил о том, что поставки газа в Европу со стороны Российской Федерации номинированы в евро и долларах. Никаких там рублей нету и ваша рублятизация не пройдет. Здесь самое время обратить внимание на эту табличку, которая указывает, насколько зависимы страны Европейского Союза от российского газа. И та же самая Германия зависима на 49%. Это существенное значение, так что без нашего газа реально там будет сложно. Вчера прошел первый день саммита ЕС, где мы не получили никакого нефтяного и газового эмбарго, даже частично. Сегодня пройдет второй день, и вот на сегодня запланировано совместное заявление. Президент США Джо Байден и лидеры европейских стран сегодня собираются объявить о поставках железного и природного газа в Европу и де-факто спасти Европу от российского газа. Но и в самом США, и в правительстве, и некоторые банки, и другие экономические эксперты говорят о том, что США не может быстро нарастить объемы добываемого газа, во всяком случае без длительных инвестиций. Поэтому на первое время, если вдруг США задумает спасать Европу, придется жертвовать газом из собственных хранилищ. И вот как раз таки вчера мы узнали свежие данные по коммерческим запасам газа в США. Они сузились на 51 миллион кубических футов. Это на 21% меньше, чем год назад, и на 17% не меньше, чем в среднем за последние 5 лет. По графику мы сами видим, что действительно текущее значение, мягко говоря, отваливается от среднего значения, но как бы пока не критичное. Ну и я бы обратил ваше внимание на вот это пересечение. Именно тогда, в середине декабря, США впервые отправила танкеры с жирным природным газом в сторону Европы, что в принципе и положило начало, скажем так, возможного дефицита газа в самом США. Мы видели с вами то, как выглядят котировки газа в случае возможного дефицита. Мягко говоря, картина пугающая. Дикие взлеты, которые могут вынести, блин, ногами вперед любого. И если США примет решение отправлять жирного природного газа много в Европу и устроит дефицит на своем континенте, то мы с вами можем увидеть аналогичные движения уже там, на бирже СМИ. Обращаю ваше внимание, как нервность себя вела на нога с осенью прошлого года, когда в Европе цены взлетали просто в космос. И это при том, что с запасами газа в США на тот момент был нормально. Ну а после того, как мы узнали с вами решение отправлять жирный природный газ в Европу из США, то цены на газ начали стремительно расти. И если вдруг обнаружится дефицит из-за этих решений, то мы можем увидеть с вами новый максимум. Пойдет на это США или нет, мы с вами не знаем. Но пока, на мой взгляд, очевидно, что быстро отказаться от российского газа и нефти Европа не сможет. Что касается рублитизации, здесь, конечно, повод поговорить, возможно, пошантажировать друг друга. Но в любом случае нужно отслеживать все эти моменты и смотреть, как на них реагирует рынок. Это, кстати, делать удобно через мой телеграм-канал. В правом верхнем углу прямая ссылочка на него. Подписывайтесь, кто этого еще не сделал. Российский рынок акций вчера выставил достаточно достойно. Даже не было маржин-колов, которые некоторые ждали на открытии. Видимо, все эти проблемные позиции были сняты в те дни, когда рынок был закрыт. В итоге, никак, кроме как вырасти, рынок ничего и не мог сделать. И мы видим, как Фосагра выросла на 26%. Татнефть, которая, блин, всегда была стремной, выросла на 20%. В общем, почти весь рынок был сильно зеленый. Но я бы настоятельно рекомендовал не впрыгивать в эти подражавшие уже акции. Очевидно, что это эйфория. Эйфория на покупках, которая может пойти в коррекцию, хотя бы на тех же самых спекулянтах. Ну и, конечно же, не стоит исключать, что ситуация может ухудшиться. Потому что геополитическая обстановка может ухудшиться. Новая эскалация какая-то может реализоваться. Или центральный банк изменит правила игры. Да, сейчас он зажал, так сказать, рынки. И некоторые говорят, что это не рынок на самом деле. Ну, коллеги, ну какая нафиг разница? Котировки открыты, все торгуется. Конечно, регулятор будет спасать финансовый рынок. Это очевидно. То же самое делали бы и вы на месте регулятора. Чего уж там говорить. Но я все-таки продолжаю работу в рамках специальной серии семинаров, что стоит выкупать. Потому что ожидаю, что после коррекции будут компании, которые способны восстановиться. И компании, которые будут испытывать сложности. Все детали этого семинара, как в нем принять участие, получить доступ к контенту, в правом верхнем углу прямая ссылочка. Знакомьтесь, включайтесь. Ну, а мы с вами переходим к технической картине, которая в целом особых изменений не претерпела. Европейская валюта продолжает находиться во флете. Мы продолжаем рассчитывать на некие короткие позиции, вот сопротивление, причем с некоторыми оговорками. Да, кстати, идея у короткой позиции есть вот в бонусных материалах. Многие спрашивают, как попасть в эти бонусные материалы. Напоминаю, что кнопка «Спонсировать», которая находится под видеороликом, не работает, потому что YouTube отключил монетизацию. Но у нас есть импортозамещение. В правом верхнем углу прямая ссылочка на бота, который открывает вам доступ в приватный телеграм-канал, где проходят трансляции, инсайт, где есть идеи со стопами, стейками и корректировки этих самых идей. Неплохо, кстати говоря, на натуральном газе. Там получилось на японской иене. В общем, описание там тоже все присутствует. Здесь ничего нового. Продолжаем рассчитывать на работу во флете с перспективой на снижение. Соответственно, в индексе доллара все плюс-минус точно так же. Правда, здесь перспектива на снижение, ну, то есть движуха вниз, она как бы менее явная, что ли, потому что доллар США дорожает в моменте. Хорошие данные по рынку труда, которые вчера вышли, мы здесь с вами их не обсудили, но они в целом подстегивают ФРС начать более жесткую, проведение более жесткой монетарной политики. И вчера мы как раз-таки в инсайде смотрели, уже около 70%, то есть 2 из 3 человек считают, что ФРС США в начале мая повысит процентную ставку на полпроцента сразу. Так что ожидания такие. Ожидания относительно очень, ну, не очень, но тем не менее дорогого доллара в целом. А биткоин у нас штурмует сопротивление. Мы, в принципе, допускаем отсюда отбой, но как вчера здесь не было признаков инициативы вниз, так и сегодня нет. Так что здесь локально мы подрастаем, но глобально здесь где-нибудь хотелось бы увидеть какое-то снижение. Пока этого нет. Фьючерс на доллар-рубль в 100 тысячах застрял, что называется. Здесь в целом по рублю, если посмотреть, то, ну, можно сказать, что да, зафиксировались. 100 рублей за доллар где-то там остановились. Тоже можно говорить о том, что рынок зажат, это не настоящие котировки, никому не дают торговать. Знаете, это все понятно на самом деле. Далее, и еще раз говорю, будь вы на месте регулятора, вы бы поступали бы точно так же. Все прекрасно понимают, что если дать и открыть рынок так, как он открыт был в любой другой момент, понятно, что будет дикая волатильность, понятно, что будут, возможно, обвалы. То есть для регулятора, для правительства появятся проблемы, которые решать вообще нифига не хочется. Поэтому до тех пор, пока ситуация не стабилизируется, я думаю, что Центральный банк будет применять конкретные правила игры. Но если вы с ними не согласны, как говорится, вон там дверь, можете не принимать в этом во всем участие. Я поддерживаю действия Центрального банка, потому что прекрасно знаю, что при высокой волатильности, при обвалах и крахах теряют практически все. Я против того, чтобы все теряли. Вот я против. Это вот никому нахрен не нужны траты. И проблемы для регуляторов, и для брокеров, и так далее, и так далее. Если вы думаете, что пофиг там их всех на маржин колл свозят, есть претенденты, это не претенденты, огромное количество людей, которые просто-напросто попадают в долги брокеру. И эти проблемы не нужны ни тем, кто попал в долги, ни брокерам, потому что эти долги надо будет выбивать. Они вот прям, прям ком проблем. Устраивать себе проблемы никто не хочет. Я думаю, это логично. Значит, так что здесь зажато. И я думаю, что правила игры банк менять не будет. Соответственно, некую стабилизацию вокруг 100 ждать можно. 92, 105, плюс-минус, это то, что можно будет, на мой взгляд, ожидать. S&P 500 от сопротивления не откалывается. Основная идея заключается в том, что S&P 500 будет чувствовать себя хорошо на самом деле. Ну, правда, не так лучше, как-то при низких процентных ставках и раздутом хуе. Но, тем не менее, пока краха не ждем. От сопротивления, от этого локально можем отвалиться, но для этого надо, чтобы цена провалилась ниже 4415. То есть, грубо говоря, надо, чтобы какая-то была инициатива вниз. Пока ее здесь нет. Индекс РТС в целом чувствует себя неплохо. Минус 9%. Это, конечно, много для обычного дня, но плюс-минус все то же самое. Индекс Московской биржи подрос, индекс РТС то же самое, только долларовая снизилась. Новостей здесь никаких нет. Стабилизируемся. Зажимаем. Правила игры меняем. Но, тем не менее, стабилизируемся по природному газу. В целом мы уже с вами об этом говорили. Ранее отмечали поддержку, отмечали какие-то коррекции. Подрастаем. 5.39. Здесь хотелось бы еще обратить ваше внимание на вот эту линейку фьючерсов. Почему сейчас? Потому что вот этот рост, который происходит, вы можете увидеть, что, например, J это вот текущий фьючерсный контракт, K майский фьючерсный контракт, M июньский фьючерсный контракт. То есть, каждый последующий контракт дороже текущего. Это нормально. Это контанга. Это правильно. Так и должно существовать. Не должно быть вот таких вот вещей, как, например, были в феврале, когда текущий фьючерсный контракт взлетает в цене, а все остальные плюс-минус остаются. В чем разница? Разница в том, что это панические настроения. То есть, это настроение, типа, газ нужен здесь, сейчас что-то происходит. А остальные долгосрочные фьючерсные контракты, как бы там, никого в моменте не интересуют. Эти панические настроения, их можно шортить. Мы с вами об этом говорили. Еще больше ситуация была вот осенью, да, там прям вообще катастроф была. Мы тоже шортили, потому что это тоже панические настроения. В феврале было плюс-минус то же самое, но чуть-чуть меньше. Сейчас ситуация совсем другая. Рост цен на природный газ, он системный. Вся линейка фьючерсов подрастает, подрастает правильно, без бэквардации, без лишних спешек, что говорит о том, что спрос на газ повышается системно, стабильно и нормально. Шортить этот взлет я бы в данной конфигурации не советовал. Конечно, может что-то измениться, с геополитикой и так далее, но еще раз говорю, вот этот всплеск цен на газ и вот этот рост, это разные вещи. Это паническая, это системная. Цены на золото без каких-то там особых изменений подрастает наконец-то природное золото 1975-2025. Здесь мы с вами рассчитывали на какие-то короткие позиции, но пока до туда надо дойти, пока этого нет. Ну вот такой финансовый рынок, на мой взгляд, сегодня. Если понравилось, не забывайте ставить лайк. Встречаемся с вами в понедельник. Всем мирного неба над головой и профита. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok